Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Первый пришел американский уголь для украинских ТЭС уже в порту Южный. Сколько еще завезут в ближайшее время? Еще и хулиган Саакашвили добавили новую статью, но Грузии пока не выдадут. Почему? Громкий день. Сразу в двух регионах Украины взрывы. Что и где взлетело в воздух? Немецкий реванш Шульц требует повторных дебатов с Меркель. Согласится ли канцлер? Дедлайн в действии. Проект госбюджета 2018 внесут в парламент вовремя. В пятницу документ рассмотрит, утвердит Кабмин, после чего будущую смету страны отправят в Раду. Об этом на заседании правительства заявил премьер Владимир Гройсман. О деталях проекта он не рассказал, но известно, что планируют выделить немалые средства для поддержки фермеров. О какой сумме идет речь, узнаем от Анны Каменевой. Объединиться вокруг пенсионной реформы и наскрести хотя бы 226 голосов призывает парламент премьер-министр. И надеется, что на следующей пленарной неделе нардепы все же нажмут кнопки «за». Ведь до октября, когда 9 миллионам украинцам должны пересчитать пенсии, у Рады осталось всего 4 заседания. Поэтому Гройсман в очередной раз призывает к единству. Я вижу наших политиков, псевдополитиканов, которые десятилетиями уже как нафталин, находятся в украинской политике. И когда их слышишь, их риторику, можно с разумом просто с ней зайти, если слушать все свои массовые информации, в которых вещают наши политиканы. Сегодня нужно объединяться. Примером единства, по словам Гройсмана, было голосование в парламенте за образовательную реформу, которая, кстати, уже наделала шума на международной арене. В Венгрии, Румыния и Молдова уже раскритиковали закон, заявив, что он якобы ущемляет права нацмедшинств. Польша тоже потребовала объяснений. Послам этих и других стран детально расскажут о нововведениях в пятницу, заявили в МИДе. Кто-то считает, что мы должны обеспечить, как государство, должны обеспечить участие иностранными языками. То, что мы взяли на себя обязанность, это участие, ну, в целом, это участие языков. То есть, мы готовы дать возможность всем людям участие языков, как такие. От обсуждений министры перешли к делу и утвердили концепцию программы по поддержке фермерства. На это в госбюджете предусмотрят миллиард гривен. Ожидают от проекта тоже немало. За три года это должно дать пятикратное увеличение количества рабочих мест в селах и подъем производства. Мы планируем сосредоточиться на дотовании тваринства, садовства, виноградовства и переробки сельско-господарской продукции, чтобы створить доданную вартость. Также будет финансироваться с дешевлением кредитов и агро-страхования. Мы будем вырешивать проблему дотования тех фермеров, которые только начали свою деятельность и, в принципе, до банков они обратиться не могут. Говорили сегодня министры и о судьбе одесского припортового. Утвердили финплан завода на этот год. Премьер подчеркнул, ОПЗ наконец-то должны приватизировать. Эффективно провести подготовку к приватизационным процессам, а не так, как это было сделано дважды. Я давал свою оценку и считаю, что дважды фонд Держмайна завели нас в глухой кут. Мы планируем начать третьей приватизации одесского припортового завода на конец поточного року. Утвердил Кабмин и финплан Укрзалезницы. Он, в частности, предусматривает повышение расценок на грузоперевозки почти на четверть уже с 1 октября. А вот билеты для пассажиров не подорожают, по крайней мере, до конца года. Анна Каменева, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. О пенсионной, медицинской и образовательной реформах говорил сегодня и первый зам директора распорядителя МВФ Дэвид Липтон. Он встретился с президентом Петром Порошенко. Липтон посоветовал воспользоваться нынешней ситуацией в экономике, чтобы завершить реформы. Обсуждали также борьбу с коррупцией. В Киеве Дэвид Липтон до завтра. Кроме президента он встретится с премьером и правлением Национального банка. МВФ, напомню, одобрил для Украины четырехлетнюю программу кредитования. Общая сумма траншей 17,5 миллиардов долларов и почти половину этих денег Киев уже получил. И первый американский уголь прибыл в Украину. Доставили его в порт Южный в Одесской области. Уже начали разгрузку судна. На борту 62 тысячи тонн энергетического угля. Топливо для украинских ТЭС будет отправлено вовремя, уверяет руководство Южного. В ближайшее время сюда прибудут еще четыре судна с почти 300 тысячами тонн угля. 12 гривен 20 копеек. Именно столько, по подсчетам Минэнерго, должен стоить газ на заправках. Причина снижения оптовой цены, заявляют в министерстве. Сейчас же топливо в среднем продают на 3 гривны дороже. Напомню, в августе цена на газ побила рекорд, взлетев в полтора раза до 17 гривен. Антивонопольный комитет начал расследование, а премьер поручил профильным министерствам разобраться в ситуации. В сентябре цены на газ стали снижаться, и такая динамика сохраняется уже вторую неделю. Рада побила рекорд по пустой регистрации законопроектов. Нардепы 8-го созыва подготовили более 10 тысяч документов, но большинство из них дальше этапа регистрации так и не пошли. Об этом сообщает комитет избирателей Украины. Как отмечает глава КИО Алексей Кошель, проблема в том, что у абсолютного большинства этих проектов нет шансов быть принятыми. Для сравнения, рада прошлого созыва за этот же период работы зарегистрировала всего 7,5 тысяч законопроектов. Первый арест в деле о прорыве границы в Шегенях. Львовский суд на два месяца взял под стражу одного из участников этих событий, жителя Ивано-Франковской области. Ему вменяют незаконное перемещение людей через границу и насилие в отношении правоохранителей. В деле появилась еще одна статья обвинения. Все подробности узнаем от Инны Томиной. Экстрадиция под вопросом. Украина может не выдавать Михаила Саакашвили Грузии, считают Минюсти. Ведь на родине политика, против него только рассматривается уголовное дело. А для экстрадиции необходим приговор. Ничего еще в Украине не случилось, кроме как перехода господина Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам и в Генеральную прокуратуру в отношении господина Саакашвили, они говорят о том, что в Грузии рассматривается уголовное дело по отношению к нему. Это еще, как бы так сказать, не очередной этап в проведении экстрадиции. И в этом этапе Министерство юстиции не принимает участие. На ситуацию с Саакашвили сегодня отреагировали и в Госдепе. Спецпредставитель США по Украине заявил, что экс-губернатор имеет право на публичное судебное разбирательство по вопросу о потере украинского гражданства. Украина страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании. Это для Украины не менее важно, чем борьба с коррупцией и экономические реформы. Напомню, что дело о незаконном пересечении украинской границы рассмотрят во Львовском суде 18 сентября. Тем временем, 10 сотрудников Госпогранслужбы, которые пострадали 10 сентября в пропускном пункте Шегини, сейчас в медучреждении ведомства. У всех ушибы и ссадины разной степени. Три человека отримали пошкоджение плечевого пояса, закрытие тупой травмы связочного аппарата. Три человека травмы ног, один травма головы, двух был подвышенный тиск после эмоционального взрыва. Полиция тем временем добавила в дело о прорыве через границу еще одну статью – полиганство. Сам же Саакашвили сегодня объявился в Черновцах, где провел очередную акцию. Инна Томина, подробности телеканала Интер. А возле Нацбанка в столице продолжается лимитированная, бессрочная акция «За життя» от Нардепа Рабиновича. Как формирует состав участников этого перформанса, кто инвестирует, кто получает дивиденды, чей это блокпост и почему его воспринимают не иначе, как маппет-шоу. Подробности в материале. Это и есть начало сегодняшнего бессрочного митинга в правительственном квартале столицы. К Нацбанку пригоняют три колонны людей. В каждой примерно по 150 человек. Большинство из них – пенсионеры, подростки или вообще без определенного места жительства. Суть до дела им непонятны. Куда вы идете? Я прямо иду. Ну, такой большой колонны, наверное, куда-то направляетесь? Ну, мы здесь. За что стоите, расскажете? Я ничего не знаю. Поддерживает людей? И партия «За життя»? Я не понимаю. Организатор и лидер всех этих людей Нардеп Рабинович уверяет. Стоят обманутые вкладчики лопнувших банков. В сегодняшней акции приняли участие не более 400 человек. Рабинович хочет кого-то убедить, что в акции тут 7 тысяч народа. И стоят они бессрочно. Нам удалось узнать, как устроена эта бессрочная система. Люди в оранжевых жилетах оцепили улицу с одной и с другой стороны. Их задача – не выпускать бессрочников за периметр. И всех, как они говорят, сачков силой отправляют в сторону сцены. Там лидеры толкают пламенные речи исключительно для своих камер. Потом из всего этого монтируют видеоролики. Мы не снимаем вас, не бойтесь. Да я не боюсь, солнце. В РОВД хватит моих фотографий. Серьезно, вы охрана или как-то контролируете? Охрана порядка. Чтобы тут не было драку, человеку плохо, мы вызвали еще скоро. Это не самаритянин, а так называемый бригадный. Он совместно с оранжевыми жилетами следит за тем, чтобы никто не улизнул за периметр. И потом, в конце этой бессрочной акции, не всплыл за тем, зачем он, собственно, и пришел. Вы участник митинга? Да, я обедаю. Скажите, а где деньги дают? Ну, если вы записаны. Да. А у кого вы стоите? А у Александра. А? У Александра. Вот вы как раз к нему идите и там стойте, покуда кончится это все, так сказать, выступление. Участник. А потом по окончании, да? Да, да. И действительно, ровно в час дня бессрочку против Гонтаревой закончили. Люди тут же разбрелись по группам. Чтобы расплатиться с участниками, бригадиры пересчитали подопечных и неспешно отправились в сторону ближайшей станции метро. После чего в руках у каждого добровольца почему-то оказалось по 300 гривен. Направо, Вася, направо. Нехитрая математика показывает, что три часа бессрочной акции оценили по 100 гривен за час. Мы узнали, час такого стояния в Киеве стоит минимум 200 гривен. В чей карман уходит половина суммы, догадаться несложно. Несложно догадаться, куда уходит основная сумма денег, если из провозглашенных 7 тысяч людей стоят только 400. Деньги наверняка не из кармана Рабиновича, хотя бы потому, что в декларации о доходах такие расходы не помещаются. Сколько и чьи деньги на так называемые бессрочные дни – это не главное. На самом деле, этот блокпост Рабиновича против НБУ и его руководителей в первую очередь выгоден власти. Никто из украинского политикума не хочет стоять за такое життя этого нардепа. Очень уж хорошо его знают, власть тоже знает и, как может, помогает. И всхлипывает, видя разницу в деньгах между 7 тысяч и 400. Никто из экспертов или журналистов не согласился прокомментировать то, что происходит под НБУ. Брезгуют. И в соцсетях. Сегодня мне два раза хотелось эмигрировать. Первый раз, когда я шел через митинг Рабиновича под Нацбанком. Мне выстачало НАТО в ПИД-НБУ. Матюкались все, кто прерывался через это уповольненное мапит-шоу. Юлия Жешко, Алексей Шматов, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Новые подробности в деле о хищении средств из Приватбанка. Печерский райсуд столицы арестовал самолет, здание завода и телеканала. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщают украинские новыны. Речь идет о Боинге 737, предприятии по производству соков в Днепре и здании телеканала 1 плюс 1 в Киеве. Кроме этого, прокурор просил арестовать несколько земельных участков в Одесской области и недвижимость в столице Днепре и Одессе. Дело касается 19 миллиардов гривен. Это средства, выделенные Нацбанком на рефинансирование Приватбанка. Ранее, напомню, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что к бывшим топ-менеджерам финучреждения и представителям НБУ осталось множество вопросов. Украине, возможно, придется выплатить 144 миллиона долларов российской ТАТ-нефти. Так решил высокий суд Англии и Уэльса, который рассматривал тяжбу и может взыскать эти деньги. Напомню, что ТАТ-нефть инициировала разбирательство еще в 2008 году из-за ситуации вокруг украинского предприятия Укртатнефть. По мнению российской компании, Украина нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций. Не выпустили. Чиновник Госпогранслужбы, обвиняемый в хищениях на проекте «Стена», останется под стражей. Так постановил апелляционный суд Киева. Александр Атаманюк просил также уменьшить ему сумму залога. Что ответили судьи, узнаем от Богдана Вербицкого. По данным следствия, начальник управления КАП-строительства Госпогранслужбы Александр Атаманюк один из главных организаторов хищения во время строительства так называемой «Стены». Самому ему подводилась координационная и организационная роль данного заволодения. Самым ним было сделано все для того, чтобы было подібрано генеральных подрядников на властный рост по саду власти Державной Попердонной службы. Но защита чиновника так не считает. По словам адвоката Атаманюка, он не имеет отношения к генеральному подрядчику строительства европейского вала в фирме «Киттрейд». Поэтому защита просила у апелляционного суда столицы изменить меру пресечения и уменьшить сумму залога для подзащитного. Я уважаю, что застава в розмине 3 миллиона 200 тысяч гривен – это застава, яка, ну, знаете, это безальтернативный арест, а не застава. Не признает своей вины и подсудимый. Говорит, должен был лишь сдать проект в установленные сроки. Но в антикоррупционной прокуратуре убеждены – качество работ не выдерживает никакой критики. В общей сложности в хищениях во время строительства фортификационных сооружений на восточной границе подозревают 7 человек. Среди них три чиновника Госпогранслужбы, столько же директоров фирм-подрядчиков и один посредник. В итоге судьи не поддержали апелляцию защиты и оставили Атаманюка под стражей до 6 октября, не изменив при этом и сумму залога. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности – телеканал «Интер». Каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть расследован, а виновные наказаны. Этого требует украинская сторона в трехсторонней контактной группе. Сегодня состоялись переговоры по скайпу. Украина в очередной раз призвала Россию и боевиков соблюдать решим тишины. От обстрелов страдают мирные жители. Под угрозой также безопасность детей во время учебного процесса. Сегодня в зоне АТО пять обстрелов с начала суток. Горячие точки – это Старогнатовка, Водяная, Опытная и Авдеевка. Украинская армия огонь в ответ не открывала. Об этом сообщают в штабе АТО. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Перейти в полный рост. Здесь нельзя. Под Авдеевкой уже активно работают вражеские снайперы. Крайне опасное оружие с оптическим прицелом. Враг постоянно простреливает из утеса. Это такой крупнокалиберный пулемет 12,7 мм калибра. Эти территории. Но кроме этого начал использовать тяжелую артиллерию. Также работал танк. Это был выход великого калибра сбоку сепаратистов. Я бы даже сказал не сепаратистов. Там российские оккупационные войска и коллаборанты. Соседнюю позицию утром накрывает тяжелая артиллерия. Бригада черных запорожцев вынуждена прятаться в блиндажах и окопах. Выстреливают все пары с той стороны. Ну, как сказать правильно, лякают нас. Провокуют нас, чтобы мы им дали сдачу. Чтобы нас обвинить потом в том, что мы начали с нами боя. Украинское оружие пока молчит. С той стороны час от часу прилетают вражеские снаряды. Сранцы по веку нигде не ходить. Потому что второй раз прилетают хорошие кабанчики до нас в гости. По данным разведки, к боевикам зашел батальон Сомали. И сейчас противник пристреливается к нашим позициям. Больше агрессивно начал поводиться. Больше провокативных действий появилось. Окупанты уже используют тяжелое вооружение. Бойцы слышат, как с той стороны подгоняют бронетехнику. Украинская броня, разрешенная минскими договоренностями, на передовой. Но ее не применяют. Нам запрещают, мы же ее не проведем. И без нее тоже хорошо. Это если тяжело, сильно придавливают, тогда уже возможно, да, уже думаешь, что надо она. А так, пока у нас ничего такого серьезного нет, то пока так справляемся без нее. И уже с 1 января россияне смогут попасть в Украину, только сдав отпечатки пальцев. Либо по биометрическому паспорту такое решение приняли на заседание Кабинета министров. Указ о въезде иностранцев из стран с миграционным риском президент подписал еще две недели назад. И вот теперь в этот список попала Россия. Кроме того, в МИДе прокомментировали проект российской резолюции. О миротворцах на Донбассе. По словам дипломатов, документ сырой и мешает Украине вести переговоры с партнерами. Украина способна защитить себя от российской агрессии. Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета безопасности и обороны. Там сегодня обсуждали оборонительные статьи госбюджета на следующий год. Порошенко отметил, что расходы на безопасность в гривневом эквиваленте существенно выросли по сравнению с 2013 годом. Это говорит о том, что Украина эффективно использует бюджетные деньги, заявил глава государства. Главой службы внешней разведки стал Егор Башко. Сегодня президент представил нового руководителя. По словам главы государства Башко, решительный профессиональный человек с большим опытом работы. До этого он два года исполнял обязанности главы миссии Украины в НАТО. Порошенко отметил, что работа Башко дала возможность скоординировать усилия международных партнеров и усилить обороноспособность нашей страны. Безопасность украинских журналистов озаботились в ОБСЕ. Новый представитель офиса по вопросам свободы слова Арлем Дезир заявил, что ситуация в стране тревожная. С руководством Национального союза журналистов Украины договорились решать проблему вместе. Об этом шла речь во время переговоров в Варшаве. Приоритетом своей деятельности новый председатель ОБСЕ назвал защиту прав журналистов, в частности их безопасность. На следующей неделе Дезир посетит Украину. Мы имеем сотни случаев прецедентов, порушений прав журналистов. Есть такие кричущие ситуации, как убийства журналистов, как напады на журналистов, напады на средства массовой информации, как подпал так же телеканалу Интер. Но одновременно у нас отсутствует история покарания винных. Мы хотим объединять усилия и все-таки остановить эту хвилю безкарности для журналистов, которая, на жаль, котится Украиной. Количество жертв урагана Ирма достигло 60 человек. В пострадавших районах США и Карибских островов работают тысячи спасателей, военных волонтеров. О том, что сейчас там происходит, подробнее расскажут мои коллеги. Когда пятиметровые волны хлынули на Майами, а скорость ветра достигала 200 км в час, все ожидали худшего. После этого ураган ослабел, но Ирма нанесла сокрушительный удар по юго-востоку США. Некоторые строения полностью стерты с лица земли, а на улицах повсюду лежат разбросанные ветром обломки домов и конструкций. По мере того, как спасатели разбирали завалы, число погибших из-за урагана увеличилось в разы. По последним данным, жертвами стихии стали 60 человек. Только в США погибли 18 человек, еще 43 на островах в Карибском море. Люди радуются лишь тому, что остались целы. Нас благословил Господь. Да, стихия нанесла значительный ущерб, и будет много дорогостоящих ремонтных работ, но главное, мы живы. 15 миллионов человек остались без электричества во Флориде, еще миллион в соседней Джорджии и 20 тысяч в Южной Каролине. В большинстве районов по-прежнему нет воды и мобильной связи. Особенно сильно пострадали острова архипелага Флорида-Кис. Тем не менее, эвакуированные жители возвращаются домой. Мы не хотим уходить, мы хотим остаться. Да, это то, что осталось. У нас очень мало осталось. Британским Виргинским островам подошел военный корабль Великобритании с гуманитарной помощью. Президент Франции Мануэль Макрон прибыл на остров Сен-Мартен, французскую территорию на Карибах. Здесь Ирма разрушила около 95% зданий. Чтобы поддержать сограждан, Макрон даже провел ночь на раскладушке в казарме и пообещал выделить на восстановление острова 50 миллионов евро. Ситуация критическая. Мы пытаемся помочь с медикаментами, консультациями, доступом к воде, энергетике и коммуникациям. Возвращение жизни в норму – это абсолютный приоритет. Но несмотря на катастрофические прогнозы, большинство жителей Флориды, похоже, избежали худшего. Ирма захватила лишь западное побережье и в конечном итоге превратилась в тропический шторм. Александр Просяник, Наталья Шумакова. Подробности – телеканал Интер. Двоих украинцев эвакуировали с острова Сен-Мартен в Карибском море из-за урагана Ирма. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИДа Украины. Наших соотечественников доставили на остров Мартиника, тоже в Карибском море. Их жизни ничего не угрожает. Сен-Мартен, который принадлежит Франции и Нидерландам, оказался под прямым ударом стихии. Ураган уничтожил практически все строения на этом острове. На этот момент эти двоих граждан Украины расположены в одном из готелей и перебывают в безопасности. Загрозы их жизни нет. И, собственно, отстеживаем весь комплекс заходов, который проводится с вопросом рядачи и перевезения, перед дислокацией, эвакуации граждан, не только граждан Украины, но и тех, которые перебывали на этих островах, более безопасные места и вернем их до Украины. В Одессе назревает новый скандал с участием мэра этого города Геннадия Труханова. По его распоряжению, новое здание больницы скорой медицинской помощи на 20 лет отдают в аренду частной клиники. Куда теперь повезут нуждающихся в неотложке, разбирались наши корреспонденты. На сегодняшний день в Одессе нет больницы скорой медицинской помощи. Функции неотложки через день выполняют две городские клиники. Новый больничный корпус, в котором планировалось разместить неотложную медицинскую помощь, построили на базе горбольницы номер 10 за счет инвесторов-застройщиков Одессы. В прошлом году здание передали на баланс города. В конце прошлого года городской глава Труханов своим распоряжением говорит о том, что до февраля 2017 года здесь должно быть предоставление хирургической помощи. Но неожиданно, 28 июля появляется распоряжение Труханова о том, что больница скорой помощи передана в аренду. Вот так, вопреки ожиданиям одесситов, новое здание заняла частная клиника. Общественники заявляют, что там уже началась перепланировка корпуса под свои нужды. Внутрь никого не пускают. Местные депутаты говорят, принимая решение о передаче здания в аренду, в мэрии утверждали, что в бюджете нет средств. Но Алексей Еремица говорит обратное. Шла речь по разным подсчетам от 5 до 8 миллионов евро. Это где-то, условно говоря, 150, 220 миллионов, 240 миллионов гривен. В принципе, это эти деньги, которые могли бы найти, чтобы оборудовать эту больницу. Чиновников, по вине которых Одесса лишилась больницы, нужно отдать под следствие, считает нардеп Николай Скорик. Все понимают, что современная новая больница городу нужна. И передать ее в коммерческой структуре, где цены будут совершенно другими, я думаю, что это принципиально неправильно. Это не есть реформа здравоохранения, это не есть наведение порядка во взаимоотношениях с застройщиками. Это и есть само управство, которому должен быть положен конец. Мы обратились за комментарием городским властям, но за целый день ответа так и не получили. Общественная организация, представляющая интересы инвесторов, которые вложили деньги в строительство больницы, обратилась к прокуратуру. Там уже открыли уголовное производство. Кирилл Ючишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер Одесса. Взрыв в Запорожье. Поврежден фасад дома и автомобиль на улице Патриотической. Здание известно в городе как Золотой офис. Оно принадлежит беглому бизнесмену Евгению Анисимову, который с 2014 года находится в международном розыске. Предположительно взорвалась граната, но окончательные выводы будут понятны только после проведения экспертизы. И еще один взрыв под Харьковом в поселке Золочев. Кто-то бросил гранату во двор частного дома. Осколками повреждены стены, разбиты окна. Женщина, которая находилась в этот момент в здании, не пострадала. Взрывотехники отправили элементы гранаты на экспертизу и сейчас ищут нападавших. Еврокомиссия определила приоритеты на 2018 год. Их представил президент Жан-Клод Юнкер в Европарламенте. Пятерка целей это укрепление европейской торговой программы, промышленности, конкурентоспособности, а также борьба с изменением климата и решение вопроса мигрантов. Кроме этого Юнкера предлагает усилить оборону ЕС и создать Европейский оборонный союз уже до 2025 года. Отдельный пункт это защита европейцев от кибератак. Кибератаки могут представлять большую опасность для стабильности демократии и экономики, чем пушки и танки. Только за прошлый год в день фиксировали свыше 4000 атак с целью вымогательства. Поэтому Еврокомиссия предлагает новые инструменты в борьбе с этим. В том числе создание Европейского агентства по кибербезопасности. Мартин Шульц вызывает Ангелу Меркель на теледуэль. Лидер социал-демократов требует от своего главного конкурента повторных дебатов. Какие скользкие вопросы Шульц хочет задать канцлеру на этот раз. Узнаем от Татьяны Лагуновой. У Ангелы Меркель проблемы в разгар предвыборной кампании. Ее заподозрили в злоупотреблении служебным положением. Адвокат из Берлина подал жалобу в прокуратуру. Требует проверить педантичность канцлера ее партии в финансовых вопросах. Имени адвоката немецкие СМИ и прокуратура не называют. Но вот детали его жалобы уже стали достоянием общественности. Истец подсчитал, за время предвыборной кампании Ангела Меркель как минимум 50 раз использовала для полетов по стране вертолеты и самолеты немецкой полиции и бундесвера. За перелеты платила партия в среднем по полторы тысячи за рейс. Хотя фактическая цена использования военного борта в разы выше. От 15 до 30 тысяч евро. Адвокат считает это несправедливо и просит проверить, не использовала ли Меркель свое положение, чтобы получить такую солидную авиационную скидку. Сама канцлер подобные претензии в свой адрес уже комментировала. Дескать, она не нарушает никаких правил и платит за перелеты ровно столько же, как и ее предшественники. Да и во время предвыборной кампании она все равно остается лидером Германии. И в случае чего должна иметь возможность быстро и без проблем попасть в любую точку страны. Примет ли прокуратура эту жалобу к рассмотрению сказать сложно, скорее всего нет. И вряд ли этот скандал как-то повлияет на результаты парламентских выборов. Последние соцопросы обещают христианским демократам во главе с Ангелой Меркель. 37-38% голосов избирателей. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Евросоюз накроют бесплатным Wi-Fi. На обустройство беспроводного интернета в ЕС решили выделить 120 миллионов евро. Точки доступа появятся в парках, больницах, транспорте, школах, музеях. На реализацию этих планов отвели всего лишь три года. Отчего страдает леди Гага? Как объехать 600 лежачих полицейских на одном километре? И сколько стоит портативный пивной заводик? Об этом и не только в нашем обзоре. Генпрокуратура Испании открыла 700 уголовных дел в отношении мэров каталонских городов, чиновников и общественных деятелей. Их подозревают в подготовке референдума о независимости Каталонии. Начато судебное преследование. Если вину докажут, тогда возможно сепаратистов задержат. Накануне парламент Каталонии постановил провести соцопрос о независимости региона. Портативную пивоварню выставили на продажу в Чехии. Все производство поместили в обычный железнодорожный контейнер. Вот такой заводик стоимостью 120 тысяч долларов может производить 950 литров пенного в неделю. Стоит только подключить его к источнику воды и электричеству. Если следовать правилам, пиво будет вкусным, уверяют разработчики. Компания уже получила заказы из Таиланда и Танзании. Леди Гага больна. Артистка призналась журналистам, что хронически страдает фибромиалгией. Такое заболевание встречается всего у 4% людей. Пациенты постоянно испытывают мышечно-скелетную боль. У них также синдром хронической усталости и повышенная чувствительность к холоду и духоте. Впервые Леди Гага столкнулась с симптомами 4 года назад. С тех пор недуг не отступает. Швейцарский лыжник Андрей Рогетли опубликовал видео о своей паркур-тренировке. Спортсмен вместе с тренерами разработал новую полосу препятствий, которую сам ежедневно преодолевает. Такой паркур совершенствует координацию движений и тренирует выносливость. Рогетли готовится к зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пьенчхане. Свои тренировки публикуют в интернете не впервые. Но каждый раз эта новая полоса препятствий еще сложнее предыдущей. Выставку ветроэнергетики в Германии закрыли из-за шквального ветра. Посетители и участников срочно эвакуировали из павильонов. Позже в городе Хузун начался ливень, он длился весь день. Такую выставку новинок ветрогенерации в Германии проводят регулярно. Но вот шквал атаковал ее впервые. 600 лежачих полицейских на один километр дороги установили строители в Китае. Преграды выложили с интервалом в полтора метра. Конечно, ехать по такой дороге практически невозможно. И на этих кадрах это хорошо видно. Опасная доверчивость в Ивано-Франковской области орудуют телефонные мошенники. В полицию обратилась одна из местных жительниц. Неизвестные по телефону сообщили о том, что она якобы выиграла 380 тысяч гривен. Но чтобы получить эти деньги, должна заплатить налоги и покрыть комиссию за перевод на счет денег. А это почти 8 тысяч гривен. И еще два человека лишились денег в Тернопольской области. Оба получили смс о том, что банковская карта заблокирована. И сообщили мошенникам свои реквизиты. По данным киберполиции, таким образом у украинцев ежедневно выманивают сотни тысяч гривен. Мошенничают не только по телефону. В Украине настоящий бум финансовых пирамид. Сект только за последний год, по различным данным, украинцы отдали таким организациям более 5000 квартир и сотни миллионов гривен. Чаще всего людей заманивают обещаниями высоких доходов и сверхприбыли. Акции несуществующих компаний, фонды и сертификаты, сулящие стопроцентный доход за месяц. Или вот такие пластиковые чудо-карточки, которые якобы могут излечить от любой болезни за 500 долларов. Все это с шоу, музыкой и выступлениями якобы уже обогатившихся людей. Но если организаторы нашумевшей аферы Элита Центр, оставившей без жилья тысячи украинцев, хотя бы имитировали строительство, современные украинские мавроди просто торгуют товарами с воздуха, зарабатывая себе на безбедную жизнь. Первый взнос нормально, вернули проценты. Видел, что скорее всего это пирамида. Часть денег я забрал, но основная часть осталась. Анатолий – жертва нашумевшей финансовой пирамиды Kings Capital. Вложив тысячу две долларов, компания предлагала за месяц получить сверху еще до половины этой суммы. Вскоре фирма объявила себя банкротом, а владельцы скрылись. Как и тысячи других украинцев, уже восемь лет Анатолий тщетно пытается вернуть свои деньги через суды. Наши законы позволяют арбитражным управляющим не работать даже от государства назначенным. То есть нужно им платить, чтобы они работали. Активы, ну что, активы, наверное, я так думаю, растаскиваются. По разным данным, украинцы за этот год отдали таким аферистам и сектам пять тысяч квартир и перечислили миллионы гривен. Виной всему кризис в стране, уверены психологи. Есть такой фон загальной дезориентации. На этом стоят переведенные утверждения, которые имеют достаточно простые задачи. Неглобальные, там заработать деньги и исчезнуть, чтобы за это не было, не настало покарание. У нас сейчас для этого створены все условия. Никто ни за что не отвечает. Никто никого не карает, не переследует. Из-за бума мошенникова, черного пиара пострадал и духовный центр Возрождения, который активно занимается социальной работой в Украине. Люди, которые говорят, к примеру, что Возрождение это секта. Или, к примеру, говорят обо мне, что я мошенник. Это в основном люди, которые ничего не знают ни о Возрождении, ни обо мне. Которые никогда не сталкивались лично со мной. Мы, в принципе, с самого начала занимались благотворительностью. И мы имели целью помогать неимущим людям. Это бомжи, это люди пожилого возраста, которые не защищены. Это детки, которые в интернатах. Это онкобольницы. Возрождений, наоборот, помогают таким пострадавшим от финансовых афер и мошенников, говорит Владимир Мунтян. Мы помогаем пожилым людям. Это лекарства, это операции. Также мы, конечно же, помогаем очень много людям разного возраста, которые нуждаются сегодня, к примеру, в химиотерапии или в срочной операции. Люди попадают в аварии. Нужно смотреть всегда на дела. Именно на то, чем занимается организация и куда направляет средства, нужно смотреть в первую очередь, советуют эксперты. Это поможет отличить, где ложь, а где правда. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.